Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Некоторые люди спрашивают, начался ли уже сезон альткоинов. В этом видео я покажу вам, почему он скоро начнется. А также это видео будет очень важно для тех, кто держит не только биткоин, но и альткоины. В частности, Chainlink. Ведь в этом видео мы поговорим не только о цене биткоина. Мы поговорим о том, что Chainlink приближается к критической точке, как и все остальные альткоины. А ссылка на оригинал будет в описании под видео. И не забудьте поставить лайк за перевод. Итак, перейдем к цене биткоина. Как вы видите, цена биткоина поднялась выше 4-часового индикатора EMA Ribbons. И, конечно же, такое движение рассматривается как бычье. Однако один раз мы уже видели такой ложный подъем, и цена после него снова упала к линии поддержки. Поэтому очень важно не только задержаться на 4-часовой Ribbons, но и закрыть недельную свечу над ней. Я уже упоминал в прошлых видео, если биткоин не сможет закрепиться над дневной EMA Ribbons, то вероятность пробоя этого треугольника вниз значительно вырастает. Но я все еще верю, что наиболее вероятным сценарием будет пробой вверх и закрепление над существующей главной линией сопротивления. Технический анализ указывает именно на это. У нас есть восходящий тренд, график идет по линии поддержки, образовывая более высокие максимумы и минимумы. Статистически вероятность подъема выше, чем вероятность падения. Сейчас очень важно, чтобы цена биткоина закрылась в районе 9500 долларов и закрепилась там. И после этого с большой вероятностью цена пойдет вверх до нашего целевого уровня в 11500 долларов США. Это техническая цель данного симметрического треугольника. Давайте поговорим про нашу основную тему, сезон альткоинов и Chainlink. Потому что цена Chainlink тоже рисует симметричный треугольник. И похоже, уже очень-очень скоро его ждет пробой. В данный момент Chainlink пытается пробить линию сопротивления и выйти из треугольника. Техническая цель этого движения может привести к 60% росту. У нас есть несколько точек соприкосновения с линией сопротивления, которые были не очень успешными и цена отскакивала. Но прямо сейчас, если Chainlink закроет дневную свечу над этим треугольником и подтвердит этот пробой, это будет сильным сигналом к покупке, но только на небольшую часть от своего депозита. Ценовой уровень для Chainlink, а в том случае, если он пробьет линию сопротивления, будет просто сумасшедшим. Цена взорвется и может взлететь до 74 тысяч сатоши, что составит примерно 60% роста от текущей цены. Если вы хотите торговать биткоинами или альткоинами, делайте это очень ответственно. Такая торговля подходит только опытным трейдерам, особенно если речь идет о торговле с кредитным плечом. А теперь самый важный вопрос. Начался ли сезон альткоинов? Прежде всего, я хочу предупредить всех, кто спекулирует на сезоне альткоинов. Будьте предельно осторожны и предусмотрительны, прежде чем заходить в какие-либо альткоины. Составьте свой четкий план и неукоснительно следуйте ему. Это график Bitcoin Dominance. Он отражает отношение рыночной капитализации биткоина к остальным криптовалютам. Вы можете увидеть, что стандартные паттерны отлично работают для этого графика, хотя некоторые утверждают, что они не работают, но они работают. Вот, например, ниспадающий треугольник, от линии поддержки которого и отскочил график Bitcoin Dominance. Потом поднялся гораздо выше и перешел в фигуру симметричного треугольника. Затем произошел пробой вниз, пробой линии поддержки и график перешел в то, что можно назвать медвежьим флагом. Или, как альтернативный вариант, можно называть эту фигуру восходящим каналом. И самая важная вещь, что прямо сейчас Bitcoin Dominance тестирует линию поддержки этого канала. И очень вероятно, что после какого-то времени он отскочит от нее вверх, и тогда может добраться до уровня в 70-72% доминирования биткоина на рынке. В данный момент я не торгую альткоинами по очень простой причине. Я жду момента, когда можно будет очень просто найти точку входа. В прошлый раз такая точка была вот здесь, в момент падения Bitcoin Dominance. Попробуйте угадать, что произошло в этот день до того, как посмотрите это видео дальше и напишите свою догадку в комментариях. Написали? Поехали дальше. Именно в этот день биткоин достиг исторического максимума, и после этого график Bitcoin Dominance просто улетел в пропасть. Это является стержнем моей стратегии. Я не зайду в альткоины, пока биткоин не достигнет старого исторического максимума. Тогда это было 1300 долларов, а теперь я жду, когда цена биткоина перешагнет в 19700 долларов США. И побудет на этой отметке как минимум одну неделю, и только тогда я буду входить в альткоины. Я считаю, что уровень Bitcoin Dominance должен подняться значительно выше. И как только биткоин достигнет исторического максимума, это и будет момент, когда график биткоин доминирования начнет обваливаться, и это станет точкой входа в альткоины. Давайте посмотрим на рыночную капитализацию альткоинов и биткоина на графике, который создал Вилли Ву. К сожалению, он не стал продолжать его и остановился в декабре 2019, но этого все равно нам хватит. Этот график отображает деление капитализации альткоинов на капитализацию биткоина. Коричневая линия. Также на графике отображен индикатор, индекс относительной силы RSI, который определяет силу тренда и вероятность его смены. Когда вы делите капитализацию альткоинов на капитализацию биткоина, вы получаете индикатор того, насколько сильно альткоины перепроданы. То есть в какой-то момент вы можете узнать, что альткоины сильно перепроданы по отношению к биткоину. Дальше я расскажу, как это использовать. Момент, когда мы получим новый исторический максимум биткоина, а альткоины будут перепроданы по отношению к биткоину, и будет сигналом к входу в рынок. Как вы видите, каждый раз, когда этот индикатор подходит к уровню перепроданности на RSI, возникает мощный сезон альткоинов. В этот момент коричневая линия начинает расти. Так было каждый раз. В 2017-м произошел самый большой сезон альткоинов. В данный момент я просто жду, пока линия RSI пойдет вниз и коснется уровня перепроданности. На самом деле, мы сейчас не очень близки к этому. Я ожидаю, что этот индикатор сейчас немного вырастет, а затем упадет в зону перепроданности. Если этот момент совпадет с достижением биткоинов исторического максимума, то это станет точкой входа в рынок альткоинов. Не спешите заходить в рынок альткоинов, создайте собственный торговый план. Очень много людей потеряли свои деньги, спеша занять место на этом рынке, так что не будьте такими людьми. А действуйте с умом, а также помните, что киты всегда знают, что происходит лучше всех остальных. Киты аккумулируют свои силы, это видно на графике количества китов, когда в марте 2013 их было минимальное количество. А сейчас мы находимся на локальном максимуме, который отображает количество кошельков с более чем 1000 биткоинов на балансе. Киты это умные деньги, они знают, что делать, и они до сих пор накапливают позиции в биткоине. Если сейчас вы посмотрите на индикатор настроения толпы, вы увидите, что они напуганные. И именно в этот момент умные деньги становятся особенно жадными. Люди боятся, а умные деньги покупают, и их жадность сейчас относится к биткоину, а не к альткоинам. Не забывайте об этом, особенно в данное кризисное время. Посмотрите на этот график, это волатильность биткоина относительно других активов. Волатильность биткоина опустилась ниже графика волатильности развивающихся валют и нефти. Однако потенциальная прибыльность биткоина значительно выше, чем у развивающихся валют с точки зрения покупательной способности, и, конечно же, намного выше, чем у нефти, но при этом волатильность его ниже. Так что биткоин по отношению к вышеперечисленным активам несет в себя меньшие риски, со временем этот риск будет только снижаться. Если мы возьмем отношение риск к доходности биткоина, то сейчас оно будет предельно низким по сравнению с другими активами. Большое спасибо за просмотр и поддержку, надеюсь видео было для вас полезным и интересным, если это так, не забудьте поставить лайк. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!